То, что не может не радовать, это более жесткое отношение к чиновникам, к людям, системы со стороны правоохранительных органов, когда возникает сейчас искренне такое ощущение, что действительно в каких-то сегментах наводится и возникает порядок. Может быть, не наводится руками, но какие-то заданные векторы, они дальше развиваются по доброй традиции в головах тех людей, к кому эти месседжи были адресованы. И, глядишь, чиновники уже чуть по-другому себя воспринимают, позиционируют. То есть, в принципе, мне кажется, вот этот вектор очень важен. А какие лагеря кого сменяют, мне кажется, важно еще, да, еще что принципиально важно, это, конечно, ротация, просто сам по себе факт сменяемости очень-очень важен. Потому что когда человек сидит на одном месте и просто по факту ничего не происходит, его никуда не двигают, и он уже сам устал, и все вокруг устали, и под ним ровно так же ничего не меняется в очень большом каком-то сегменте управленческом. Но, на мой взгляд, это беда. Потому что известно и доказано, и все мы это видим, понимаем, что в таких случаях просто теряется эффективность. Либо человек должен предпринимать сверхусилия. Я в своей жизни таких людей знаю несколько, которые способны на протяжении долгого времени в силу какой-то обостренного восприятия реальности и обостренного чувства ответственности воспроизводить какие-то неимоверные усилия, находиться просто на пике своей активности. Очень долгое время занимаюсь одним и тем же. В телевидении такие люди есть. Не буду называть фамилии, чтобы это не выглядело как какое-то такое подхалимство. В политике такие люди есть. И они на самом верху сейчас. Правда, это люди, которые вызывают большое уважение у меня. При этом, еще раз повторю, сменяемость, что в бизнесе, что в политике, сменяемость власти, обновления очень-очень важна, конечно. И это не факт, что должно быть обновление каких-то векторов, но персонали, которые занимаются конкретными какими-то задачами, они должны четко понимать, что они на этой позиции находятся только благодаря эффективному выполнению своих обязанностей. И в случае, как, если, наконец, руки опустились и сил нету, или еще какие-то причины возникли, делающие невозможным эффективную работу, чиновник, человек должен понимать, что его просто снимают, и все, что это не пожизненные какие-то такие награды. Вот эту должность там я буду навсегда... Вот в 90-е и в 2000-е просто это было данностью, я поэтому сейчас так говорю, может быть, даже не все, кто... Не вся молодежь поймет, о чем речь. Но в 90-е должности, так сказать, считались чуть ли не наследственными. Человек, будучи губернатором, рассчитывал передать, так сказать, какой-то объем власти. Не факт, что, так сказать, его сын должен был стать губернатором, но он должен был обязательно, так сказать, в системе координат этой занять место. Мне кажется, сейчас меняется вот это вот гнилое отношение, которое... гнилая ситуация в целом, которая, так сказать, долгие годы существовала, 90-е, 2000-е, так сказать, это очень-очень важно. Потому что должны иметь возможность прийти и во власть, и в менеджмент, и в бизнесе ровно так же должны появляться новые люди с новым уровнем образования, с новым уровнем, более высоким уровнем мотивации. Смотрите, что происходит. Как развиваются информационные процессы, как развиваются технологии даже. Если вчера калькулятор был просто верхом технологии, то сейчас человек, владеющий калькулятором, он не может быть никем. Нужен совершенно другой уровень понимания. И этот уровень растет ежедневно. Вот это нельзя забывать, нельзя это терять. В то же время чиновники, которые вышли в большое плавание, так сказать, десятки лет назад, но они иногда прямо сильно отстают от того, что происходит в реальном мире, с точки зрения технологии, общественных процессов и так далее. Это беда, этот разрыв надо сокращать. И мне кажется, что тут прямо есть чем позаниматься серьезно. И в бизнесе это тоже гигантский риск, когда ты используешь людей с прекрасным большим опытом в прошлом, но при этом они действительно очень давно учились, они действительно давно потеряли способность обновлять версии ПО внутри себя. У них ПО не обновляется, у них программки отдельно устанавливаются иногда. И вот такие люди могут уже в какой-то момент времени тормозить твой бизнес, если они имеют высокий уровень принятия решений. Продолжение следует...